Блюдо, оно легкое. То есть ты ешь, ты наедаешься, но не чувствуешь тяжесть. Как, например, от голубцов от мясных у меня. Соседка буквально за домом, которая живет, поделилась рецептом из своей молодости. Мы его приготовили, он нам так понравился, что решили поделиться с вами. Репчатый лук понадобится. Нарезаю его солом. Кстати, заранее советую отварить вам рис. У меня он уже готов. И натру морковку. Ну а жовку, конечно же, съедаем. Также нам понадобится капуста. Конечно, соседка, она использовала не пекинскую капусту, а обычную белокочанную. Длина белокочанной у меня нет. Магазин находится в 15-20 минутах. А поэтому я буду использовать то, что есть в холодильнике. А поэтому мне понадобится листья. Так, оставляем такие хорошие, красивые листочки. Ну вот эти маленькие листочки лучше отправить в салат. Из этого голубцы нормально уже не получится. Я отправляю в пакет и отправляем в микроволновку. Это нужно, чтобы не бланшировать листья, а просто в микроволновке их подержать. Они от своей влаги станут мягче и будут легко заворачиваться. Сейчас будем обжаривать лук с морковью. Видим, что морковка начинает бегать туда-сюда. Это значит, что сковорода разогрела. Отправляем туда всю морковку с луком сразу. Ждем, пока лук с морковкой размягчаться. Так, ну смотрите, лук уже начинает зубинаться так, своеобразно. А поэтому я думаю, что можно добавлять уже остальные ингредиенты. Остальные ингредиенты это у нас рис и кукуруза. Обязательно перчик. И, конечно же, чуть-чуть сахара. Так и во всех нормальных голубцах нам понадобится томатная паста. Можно использовать перетерки, томаты или краснодарский соус. Все, что вам нравится. Вливаем сюда. И нужно потомить еще минуты-две. Если вы поститесь, то этот рецепт точно для вас. Итак, к этому моменту. Листья капусты в микроволновке уже подготовились. Сейчас будем заворачивать. И начинаем выкладывать и обжаривать наши голубцы. Вливаем все снова томатной пастой. Чуть-чуть перчика. Можно было чуть-чуть подольше подержать капусту. Но мне не терпелось есть. Да, очень хорошо. Блюдо оно легкое. То есть ты ешь, ты наедаешься, но не чувствуешь тяжесть. Как, например, от голубцов от мясных у меня. Я всегда чувствую тяжесть. Здесь такого нет. Прям подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки. И комментируйте видео.